Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, и сегодня мы продолжаем играть в такую игру, как 60 секунд. Как вы видели, прошлое выживание, мы дошли до 33 дня, и у нас умер Тетта, но... Хорошо, мы не унываем, вылечили нашу Долорес, идём дальше. Так, хорошо, Долорес не ела, как в некоторое время, так, у неё голод. Так, хорошо, голод, значит, тебя кормим. Ой, кормим. Так, хорошо. Давайте дадим ей топор, топор, дадим топор нашей Мэри Джейн. Наверное, точнее, надеюсь, что она принесёт нам что-то полезное. А, котёночек, шарик, такой хорошенький. Так, время раздавать запасы. Голод. А, ну, типа... Хорошо, опять кормим тебя. Так, там были... Интересно, если честно, дядя Брайн, но у нас не было того, что мы можем дать. О, тебе лучше? А, у тебя жажда. Ну, теперь у тебя усталости нет. А жажда... Так, хорошо, у обоих жажда. Жажда... Пьём. В парке неподалёку есть небольшой и листый прудик. Сейчас же бы нам очень пригодилась удочка. Можем закинуть в грязную воду старый чемодан и попробовать что-нибудь выловить. Так, грязная вода, вода ради... Ну, от радиации. Радиация поражена. Не думаю, что стоит. Так, что скип. А то какое-то странное решение немного. Фух. Так, Тимми очень голоден. Голден, Долорес отдохнул. Так, Тимми кормим. Тук-тук, это звук всегда удивляет и беспокоит. Это может быть что угодно, плохое или хорошее, но он всегда... Но всегда очень интересно открывать. Давайте откроем. Просто мне интересно, но я не уверена, что это нормальное решение. Кто-то спит. Кто храпел? Кто храпел? Мы открыли люк, но там никого не оказалось. Гадкие приколисты, подшучиваю, даже во время апокалипсиса. Как настоящий бойскаут, Тимми видит во всем позитив. Похоже, у него замечательное настроение. Так. Они ничего не хотят? Да, им вообще уютненько. Давайте, погнали. Мы всегда мечтали устроить вечеринку огромным потом. Ой, с... С огромным тортом. Оно по какой-то причине у нас никогда не получалось. Один раз нам даже пообещали дать его, но как выяснилось, тортик был ложью. Мы, конечно, расстроились, точно не скажем. Огромный вкусный тортик, когда исчезнут радиоактивные облака. Почему это? Ну ладно. Желание про тортики. Ох, я бы сейчас от тортика тоже не отказалась. Было бы прикольно. Было бы слабо. Котик-то большой, кстати. А, может, нам следует планировать приезд и отпуск после того, как мы выберемся отсюда? Семьи не думают ни о чем, кроме воды. Где-нибудь точно сразу вода, Долорус должна ее получить. Знаете, вот тут по поводу отпуска. Мне кажется, после такой ситуации это полностью переосмысливает свою жизнь, свое существование. И, если честно, типа, ну, прям понятия, мне кажется, совсем меняются. Там, типа, после, когда ты при смерти был, например. Либо вот после такой ситуации, так, их поем. Воды мало, но надеюсь, что скоро у нас придется, вернется наша Мэри Джейн. Так, слушаем все звуки. Нет, это радио у нас. Радио работает. Так, что-то грязно. Ничего, не убирайтесь, бутылки везде пораскидывали. Что посеем сегодня? Пожнем завтра. Так что давайте сеять правила. Тимми выглядит нормально. Насколько нормально можно выглядеть в данной ситуации? Долорус сохраняет железную спокойствие. А, ну и значит им все хорошо. У нас заканчиваются запасы и падает боевой дух. Отчаяние в нашем убежище. Висит в воздухе. Мы знаем, что неподалеку обитает небольшая группа уцелевших. В основном пожилых людей. Из дома престарелых. Наверное, нам не составит труда одолжить у них немного запасов. Они и так старые. А нам еда нужна больше. А нам нужна еда больше, не правда ли? Ну, можно попросить одолжить. В принципе, ну, прийти за помощью, почему бы нет. В смысле получено достижение темной стороны? Что с тобой? Галей? О, ё-моё. А, ты вот так болеешь, просто красная вся. Теперь мы немного богаче, но почему-то нас это не сильно радует. Давайте лучше никогда об этом больше не вспоминать. Я что не смогла вам сделать счастливее? А почему не вспоминать? Вы что, одолжили? Или они украли? Плохо, если они украли. Думала, одолжат. Одолжат. Ну, хорошо. Четыре банки супа. Две еды и минус топор. Так, время раздавать запасы. Ты у нас, значит, только вернулась. Болеешь. У тебя усталость. Аптечки у нас нет, потому что она единоразовая. У тебя фулл паёк. У тебя, по-моему, надо... А, нет, у тебя голод. У тебя... А, ну, значит, Тиме почему-то хорошо. Он ничего не просит. Вот так делаем. У нас очень много супа. С помощью высототехнологичного средства связи, состоящего из бумажных стаканчиков и нескольких метров верёвки, агенты сообщили нам о новом сверхъестественном здании... Ой, сверхсекретном здании. Задании. Если мы его выполним, то гарантированно попадём в крутой бункер для VIP-персон. В общем, нам предложили отправиться в экспедицию, где нужно будет записывать свои наблюдения в жанр. Да, мы такие задания, как орешки, щёлкаем. Верно? Давайте. Долорес. Твою мать, она болеет! Я её... Я забыла, что она болеет. Надо было Тимми выпускать. А, так, подожди. Ну, ты у нас тоже болеешь. А, или она не болела... Нет, она не болела. Сейчас я перепутала. Хорошо. Кого тут у нас кормить? Так. Кормим, поим. Поняла. Кормим, поим. Приложаем. Пустоши полны неожиданностей. Вот, например, этот человек, который стучит в нашу дверь, говорит, что многое даст за патроны. Пойдём на такую сделку. Давайте. Это уже какие-то варианты пропадают так радио. Что у нас появилось, что у нас появилось, что нового пока не вижу. А, суп? Или что? Суп минус патроны. Наш гость обрадовался полученным патронам. Взамен предложил нам небольшой запас пищи. Всё же лучше, чем ничего. Хорошо, да. Тимми хочет есть, говорите? Да, Тимми хочет есть. Давайте сделаем так. У нас много еды. Вот так сделаем. Потому что надо, чтобы у нас не умерла также наша Мэри Джейн. У нас опять нету фонарика, так что скипаем. Скип, скип, скип. День 43. А, она швырнулась. Долорес. Долорес не ранен. А, да, она болеет. Всё-таки они... А, ушиб. У неё ушиб просто. Хорошо, давайте. Давайте сделаем так. Вот, у нас много, в принципе, с опыта, так что можем вот так сделать. Нормально. Мы слышали разговор снаружи. Мы уверены, что это очередная банда грабителей. В данный момент выходить на пустоши очень опасно, поэтому не будем. Так. Интересно, что они всё это время делают? Типа, просто так вот смотрят в точку? Ну, хотя есть, типа, какие-то можно вопросы поспрашивать, наверное, типа, вопрос по типу слова, города, вот это всё. Не знаю. В принципе, можно что-то пообсуждать, повспоминать. Так. Болеет, усталость, источение, жажда, источение. Так, поим, кормим, кормим. Поим, кормим, кормим. Вот так идёт у нас. Так, мы слишком... А, мы слышали разговоры снаружи. Мы уверены, что так до сих пор опасно выходить, так что не будем. Тревога, кто-то пытается разнести нашу дверь. И этот кто-то не один. Нам нужно занять оборону, в противном случае мы все погибнем. Или того похуже. Хорошо. Значит, замочек используем. Закрываем, потому что у нас ничего нет. Так, все живы, здоровы вроде как. Ну, понятное дело, кроме Теда. В этот раз нам удалось до этот пор. Ну, что будет, если я не вернулся? Так, замок поломался. Хорошо. Пить-пить. Даём им пить. Ну, давайте сделаем вот так. Потому что она болеет. Все-таки аптечки нет. Все-таки аптечки нет. У той и шип, но, в принципе... Так, до сих пор разговоры. Банда грабителей. Я не хочу. Тиме и Мэри Джейну нужно немного поразмяться. Разрешите им бегать по пустошам? Мы не можем. Это слишком опасно. Нам могли бы они поиграть в салки, в убежище. Никаких дорогих бас и хрустальных бокалов. Они все равно не разбьют. Разрешим дети поиграть. Ладно, мне просто интересно. Хотя это очень такое решение не особо хорошее. Но пусть будет так. Надеюсь, они ничего не разнесут. Так, еда, вода. Не, ну все осталось нормально. Все целое. Так, хорошо, все нормально. Кого кормим, поим. Ага. А, ну типа все. Все нормально. Ну тебя покормим, потому что на птечке нет. Так. А, стоп. Мы слышали звуки стрельбы и крики. Очередные бандиты контролируют квартал. Выходить наружу сейчас слишком рискованно. Ну зачем, значит, выходить? Не будем. Они там вспоминают прошлое. Так. Так, что у нас? Давайте просто на время отложим эти вопросы. Время раздавать запас. Где Тед? А, блин, точно. Где Тед? Действительно. Так. Жажда. Значит, тебя кормим. Ой, поим. Тимми должен попить. Воды очень мало. Мы слишком слышали разговоры. Так, но бандиты до сих пор контролируют. Нам ловится банды мародеров. Они требуют, чтобы мы их пустили. Это не чутки. Не шутки. Шутки. У нас есть выбор. Сдаться или бороться до конца. Перемирия не будет. У нас нет ничего, так что... Пожалуйста, не убивайте. А, они не убили нас? Они Тимми забрали? Мы бессильно смотрели, как эти жестокие животные вывалыло. Тимми забрали. Надеемся, мы его еще увидим живым. Мериджема отдохнула. Доларус необходимо иногда пить. Воды мало, конечно, все равно. Звуки стрельбы и крики до сих пор есть. О! Видимо, агенты убедились в нашей преданности. Развернулись с новой просьбой. После того, как мы выполнили задание, теперь нужно великодушно отдать пару банок с супом. Несколько бутылок воды для агента, работающего в полевых условиях. В общем, сказали, что возьмут на себя хлопоты по доставке провианта. В обмен на услугу нас только похвалили и пообещали нам светлое будущее. Безопасно проверить. Вам не кажется, что слишком? А ну сколько у нас? Сколько у нас? Пять. Пять с четвертинкой, а мы отдаем четыре. Ну ладно. Что-то мне кажется, что стоит отдать, и мы получим больше. Попробуем. Попробуем. Фух. Да, видите, у нас очень мало еды. Консервы, бутылка одна. Минус четыре еды. Время раздавать запасы. Никто не присмысся. Но, к сожалению, мы не можем ничего дать. Ага. В ходе ежедневного пересчета припасов мы обнаружили, что не хватает одной банки с супом. Причем еще вчера она была на месте. Это означает лишь одно среди нас завелся воришка. Необходимо срочно выяснить, кто стоит за этим ужасным делом. Почему-то мне кажется, что Мэри Джейн не уверена, что мама так сделала. День пятьдесят. Уже дожили до пятьдесятого дня. Она заболела. Минус одна. Разговорили ссори, Мэри Джейн. Воскликали, что это было в последний раз. А, да. Значит, это Мэри Джейн все было. А мы не можем ничего дать. У нас еды как бы совсем мало. Голод болеет. Ладно. Покормим тебя. Последний. А все, у нас еды больше нет. Что-то мне кажется, что очень плохо. Так, хорошо. Звуки криков и стрельбы, но у нас нет других вариантов. Выпускаем Мэри Джейн. Ее расстреляли? Враги ворвались в наше убежище, но вместо наших запасов они украли Мэри Джейн. Она защищалась изо всех сил и нистово кусала своих посетителей, но я с ним все в порядке. Капец. Походу, сейчас будет летсплочек уже к концу подходить. Ну, ладно. Давайте возьмем чемодан. А! Серьезно? Мы не выжили? А ну. Мы обнаружили на стенах нашего дома граффити и ругательство. Люк заперт. На нем написано, теперь здесь рулит Мэрилон. Черт бы тебе побрал, Мэрилон. Мы провели 58 дней в убежище. Да? Серьезно? Вот так, ребятки, мы прожили 58 дней. Конец. Скажите, пишите в комментариях, снимать ли мне еще подобные летсплечки по данной игре. Типа, пробовать проходить дальше или что-то такое. Но вы обязательно не забудьте подписаться на канал. Поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазер, и это Ника Шоу. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok